Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это Мир М. Так, за предрегистрацию дали какие-то ништячки, какое-то кольцо до обновления 4 апреля. Пока ничего как всегда не понятно, мое субъективное мнение об игре, бодрость в этой игре. Типа, пока вы в АФК, эта бодрость восстанавливается или восстанавливается при проведении задобычи, сборе и рыбалке. Без этого бонуса будете качаться, как бы смысл, потому что при 200 бодрости плюс 200% к опыту. Чтобы восстановить бодрость, вот в зависимости от уровня нужна черная сталь. И получается 18 тысяч стали, это 2 часа, ну в зависимости от уровня конечно. И вот я узнал, что для РМТ и добычи нужно купить вот такой вот сундучок за 10 долларов. Вам дадут купон, который позволит добывать черную руду постоянно, потому что без этого купона вы не будете добывать эту черную руду. И то бишь, как я фри игрок, без доната эта игра мне не подходит. Хоть тут прикольная графика, очень классная. Динамические тени, что кидаются в глаза. Очень круто сделан чат, очень прикольно. Вот такой бы чат в Ла-2М, было бы офигенно. Не нравится, что не крутится камера. Нет без подключения к сети игры, тоже не нравится. То, что как бы в моей ситуации, я нуждаюсь в этом очень сильно. Я начинаю понимать, почему сделано это все так, что тут прикольная графика. Все круто сделано, но нет боевки, я так понимаю. Там уклонения, блокировки. Вот, к примеру, Ла-2М, хоть там есть вот эти дергания, но там есть хоть какая-никакая боевка в зависимости от класса. Там, к примеру, ты маг, там у тебя есть хаос, там ты даггер, у тебя есть там хай, ты можешь за спину прыгнуть и все такое. У каждого класса свои умения интересные. А тут получается, что вы просто становитесь друг напротив друга, но я пока мисс не знаю, это мой первый взгляд, и вы просто, у кого круче буст, то ты победил, все. И в линейдже в основном так же, конечно, но я понимаю, почему так сделано. Если сделать, вот, к примеру, Блэс Глобал взять, вот взять боевку Блэс Глобал сюда засунуть и графику с Мир-М, то получилась бы неплохая игра. Невыгодна для того, чтобы люди донили. Люди, которые хорошо зарабатывают, они приходят в эту игру отдохнуть, там, пособирать, покопать, там, пройти в данжик, там, пообщаться. А, ну, а боевка там какая-то сверхсложная, ну, она только будет портить вот этот интерес к игре, потому что человек пришел в игру отдохнуть, а не напрягаться. То, что для некоторых игра это смысл заработка и жизни в общем. Вот, для меня, к примеру, мне просто нравится играть в ММО игры, потому что что-то новенькое будоражит мой мозг и мне это нравится. Вот пока через неделю будет видно, я запишу еще видео через недельку про эту игру. Конечно, но в целом, что я вижу, если я не покупаю вот этот пак за 10 долларов, мне тут нечего ловить, потому что после 30 уровня мне нужно добывать черную руду, которая нужна для всяких. И получается, что нет смысла играть, я просто потрачу время в никуда. Не, ну я буду играть, пока мне будет нравиться, я еще вступлю в клан, пообщаюсь с разными ребятами, естественно. Опа. Надо его убить. Ну вот, вся система ПВП. Получается, мы бьем. Я не знаю, что это за моб такой. Вы можете сами видеть боевку. Ну там еще много скиллов, я так сотрел, но все ударные. На ворот я так не видел, чтобы есть там какие-то смертельные удары, там еще что-то такое. Как бы у вороты какие-то, там блоки. Но это может у воина есть такое что-то. Пишите в свои комментарии, что вы думаете. И кстати, а почему вы придолбались к вот этим одеяниям, платьям? Это там народное одеяние какой-то страны, правильно? Если в вашей стране там принято в труханах ходить и все, ну и нормально. Реализовать в игре. Почему так негативно к этому относиться? Так, ништячечки. Она собирает, да? Собираю, пособирала. Чет выбил или нет? Так, ладно, ребят. Посмотрим, через недельку будет видно. Поиграем. Покрабим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...